Здравствуйте! В эфире рынки в студии Константин Бочекарев. Мы подводим итоги недели в этом выпуске на российском рынке акций. Итоги такие разноправленные. Индекс РТ с начала недели снижается на 0,8%, но при этом индекс Мосбиржи прибавляет 1,8%. И мы с вами видим, что рубль дешевеет к доллару США на 2,5%. Мы вновь неподалеку от отметки 80 рублей за доллар. И на этой неделе, если говорить про российский рынок акций, то была масса интересных историй. Это отчетность банков, это дивиденды, это, собственно, результат вообще российских компаний за 22-й год или первый квартал текущего года. Но, конечно, это санкционная тематика, в которой прямо сейчас мы попробуем разобраться вместе с Максимом Орловским, КОСЕО по России и СНГ, Ренессанс Капитал. Максим, я вас приветствую! Доброе утро! Итак, Максим, пятница, вот конец недели начинается как раз в контексте санкционных таких заголовков. Великобритания планирует запретить импорт российских бриллиантов, тут же медь, алюминий и никель. И отдельно еще появилось сообщение о том, что Великобритания ввела санкции против таких компаний, как Северсталь, Полюс, АФК-система, Магнитка, ДВМП. Можно долго продолжать. Это в корне как-то меняет ситуацию восприятия данных акций инвесторами или это такое формальное уже событие? Нет, это не сильно влияет. Многие из этих компаний уже находятся во множественных санкциях и ряд из них находятся в SDN листе в американском, что, поскольку это все экстратериальные, носят принцип, соблюдаются уже многими, в том числе и в UK. Есть, кстати, брать саммит Большой Семерки, который в этот уикенд в Японии проходит, 11-й санкционный пакет ЕС, который на подходе. Как это все влияет на российский рынок акций? Потому что многие сейчас гадают, все-таки нас ждет коррекция, фиксация прибыли в российских ценных бумагах или продолжение роста. Инвесторам санкционный фактор G7. Как принимать его внимание? Давайте так. Перед каждым пакетом инвесторы немножко дрожат. Сейчас уже очень много компаний, которые находятся в тех или иных санкциях, в тех или иных секторальных ограничениях. Конечно, до выхода многие инвесторы будут действовать крайне аккуратно. Но те компании, которые работают в основном на русский рынок или те, которые не имеют никакого отношения к этим странам, наверное, инвесторам в них бояться нечего. Хорошо. Давайте оставим санкционную тематику, геополитику. Поговорим уже о финансовом секторе, потому что на этой неделе большое количество российских банков опубликовало результаты за первый квартал. И результаты довольно-таки неплохие. И на фоне этого возникает вопрос. Может быть, уже актуален не Сбербанк, а другие истории? Мы видим, что за эту неделю ВТБ 5,5% прибавляет, ТКС 10, столько же Банк Санкт-Петербург. Собственно, на этом фоне Сбербанк такая скромная динамика, буквально плюс четверть процента. Максим, для вас сильная отчетность российских банков за первый квартал, каким выводом она располагает? Может быть, уже надо переставить, ставить только на Сбербанк, на другие имена переключиться? Давайте я вас поправлю. Во-первых, что касается Сбербанка, вы обязательно должны учитывать, что было закрытие реестра под дивиденды и как минимум корректировать движение цен на эту величину. Тогда мы будем с вами корректно смотреть на рынок. Что касается сектора, сектор сам по себе мне нравится больше всего. Если мы говорим с вами Сбербанк против более мелких банков ТКС или Банка Санкт-Петербург, все-таки нужно понимать, что эти банки попали в санкционный список совсем недавно, а до этого момента пользовались вот этой благостной конъюнктурой и всячески монетизировали ее на валютном рынке. Ну и если мы говорим про Санкт-Петербург, то в первом квартале было много разовых вещей. Посмотрим, как они смогут справиться, как будет работать бизнес после того, когда они присоединятся к пулу санкционных банков. Давайте посмотрим. Это большой риск. Что касается все-таки ВТБ и Сбербанка, не забываем, что у ВТБ есть определенные проблемы с достаточностью капитала, а это говорит нам о том, что в ближайший год-два мы не увидим там дивидендов. Хорошо. Давайте другую возьмем интересную историю этой недели. Это дивиденд российских компаний, наверное, прежде всего нефтегазовый сектор. Накануне «Сургутнефтегаз» разочаровал инвесторов. Дивиденды 80 копеек на обыкновенную акцию и привигированную. Мы видим, что по итогам недели у нас «Сургут» обычка даже в плюсе на процент, но «Префы» снижается на 10,5%. Я знаю, что «Ренессанс Капитал» прогнозировал дивиденды 4 рубля 10 копеек. На ваш взгляд, Максим, почему «Сургутнефтегаз» дал такие низкие дивиденды? Из-за чего это может быть? Ну, наверное, здесь только две опции. Или это нарушение или изменение дивидендных политик. Или действительно компания столкнулась с достаточно большими убытками, связанными, возможно, от разовых статей. Списание какие-то, потери, переоценка активов. Отчетности нет. И все вот эти предсказания – это все впустую. Хорошо. Была и позитивная история на этой неделе. Это акции «Башнефть», привилегированные на 15%, взлетели обыкновенные на 13%. Дивиденд порядка 200 рублей где-то был озвучен. И вместе с этим мы видели покупку в акциях «Роснефти». Вот этот, не знаю, сюрприз от «Башнефти», означает ли он, что и дивиденды «Роснефти» на подходе? Соответственно, может быть, вот эта такая история остается еще не отыгранная в полной мере? Ну, почему? Все-таки «Роснефть» уже нам выплачивала промежуточные дивиденды, правильно? Поэтому давайте будем смотреть. Конец года все-таки был смазанным для нефтяного сектора. Это и более слабая конъюнктура, и грозящий эмбарго. В общем, давайте посмотрим. Это одно в одно не переносится. Все-таки до этого «Башнефть» долго не платила. Там немножко другой состав акционеров, там «Республика», значительный пакет и выплаты. Это, конечно, тоже здорово. Но ситуация ведь такая же. Мы не понимаем, откуда это берется, как это будет делаться. Это такая не самая компания открытая для инвесторов. Но, тем не менее, нанесены акции определенной надежды возглавляли. Вот «Роснефть» в частности. Да, «Роснефть», на мой взгляд, все-таки это компания, которая будет проходить следующие годы лучше всех остальных. Много ошибок, сделанных когда-то там в 2014 году, остались позади. Это все уже закрыто. И сейчас мы надеемся, что будем получать более высокие дивиденды. Максим, а если в целом так посмотреть, в начале года банковский сектор, нефтегазовый, тянули российский рынок акций вверх. Вот сейчас эти сектора смогут, скажем так, поспособствовать дальнейшему росту нашего рынка? Или все-таки мы уже подходим? Возможно. Почему нет? Посмотрите, вот «Сбербанк» дал вам прекрасную отчетность. Да, наверное, может быть, отчетность там в втором квартале будет, может быть, чуть слабее. Но в целом мы говорим о том, что примерно 30 рублей дивиденд может быть на акцию. Это много или мало? Как вы скажете? По-моему, это отличный результат. Плюс, сегодня газеты пугают всех об изменении дивидендной политики, которая может быть до конца года. Это же вещь, от которой, скорее всего, люди будут ожидать увеличения выплат дивидендов, нежели снижения. Да, а если продолжать тогда вот эту нотки оптимизма, планы «Сбербанка» представить стратегию до 2026 года, как раз с обновленной вместе с политикой в декабре этого года, получается, это такой будет дополнительный драйвер среднесрочный для акций «Сбербанка»? Вполне возможно. Если у вас чистая прибыль за год будет, извините, триллион 350 миллиардов, и вы будете отправлять на дивиденды 75%, это 45 рублей. Почему ему стоит тогда 400? Правильно? Да. Так что драйверы все еще здесь. Они, может быть, чуть-чуть скрыты от нас, и они носят на данный момент гипотетический характер. Но в целом эти все компании дешевые. Дешевые. И эти, мало того, что они дешевые, в отличие от многих других, там распадская, с вами делятся уже деньгами. Хорошо, следующий вопрос касается отчетности российских компаний, которая на этой неделе выходила. Какие имена Максима вас впечатлили? Мне очень понравилась отчетность HeadHunter. Прекрасный перформанс, отличная прибыль, огромное количество денег на балансе. Шикарно все. Мы видим, кстати, по итогам недели HeadHunter 4,5% похожая динамика у ВК, 5%, также ЦИАН. ЦИАН должен представить вроде бы отчетность в пятницу 19 мая. От Озон были прогнозы, в том числе и оптимистичные. ВК, Максим, как я понимаю, даже не отчетность, а такой пресс-релиз представил, но тоже бумага за неделю подорожала на 5%. Здесь какие комментарии можно сделать по бизнесу компании? Ну, все-таки здесь было очень много приобретений, которые увеличивают выручку. Правильно, здесь лучше смотреть все-таки like for like. Конечно, компания продолжает перформить. Вопрос акционерного капитала, структура акционерного капитала. Пока, мне кажется, что в этой компании будет больше капексов, больше приобретений и списаний в дальнейшем, нежели работы с акционерами и выплаты дивидендов или выкупа акций с рынка. Поэтому это не является фаворитом. Еще один сектор, который, кстати, привлекал к себе внимание, это девелоперы. Здесь были, с одной стороны, такие осторожные публикации, комментарии от Forbes, коммерсант, которые указывают на признаки охлаждения российского рынка жилья. С другой стороны, мы видим то, что эталон за неделю, по-моему, прибавил 15% на фоне спекуляции по поводу редоминцелляции, дивидендных выплат в перспективе. И ЛСР, девелопер вернулся как раз к дивидендам, по-моему, 78 рублей. По итогам прошлого года бумага прибавила за неделю порядка 20%. В случае с ЛСР, что должны принимать во внимание инвесторы? Настолько они должны быть очарованы вот этими дивидендами, 78 рублей на бумагу? Какие из подобных камней? Да, дивиденды – это всегда хорошо. Но, конечно, история с передачей казначейских акций, вот этого пакета, порядка 20%, в основном, мажоритарию и топ-менеджменту, меньшая доля, это, конечно, вызвало у всех очень большие вопросы. То есть каждый раз, когда мы инвестируем, мы инвестируем не только в дело, но мы инвестируем в людей. И некоторые поступают, как многим кажется, не совсем вежливо относительно своих акционеров. Максим, как смотрите на эталон с точки зрения перспектив рейдоминцелляции? Не поздно ли покупать бумагу? Или, может быть, есть еще кандидаты на переезд интересные? Вот в течение года мы уже говорим об этих переездах, но пока, по большому счету, почти ничего не случилось. К нам перешли только международные компании, там, или плюс, лента, со всеми остальными есть некоторые загвоздки и проблемы. Что касается эталона, это очень хороший был бы шаг, но я бы не переоценивал его, бизнес компании все-таки довольно слабенький сейчас. Максим, не могу вас не спросить про российский рубль, который к доллару США на этой неделе дешевеет на 2,5%. В начале мая мы видели как раз снижение доллара с 80 до примерно 75. Потом на этой неделе опять возврат к данному психологическому рубежу 80 рублей за доллар. Что вообще с рублем происходит? Какой сейчас фактор ключевой? Кто-то говорит про дивиденды, кто-то про неравномерно поступающую экспортную выручку. На что вы обращаете внимание? Все правы. Ключевой фактор – это то, что вся инфраструктура нарушена, отсутствуют спекулянты, половина инвесторов не имеет возможности оперировать на этом рынке, большинство банков не могут оперировать на этом рынке. Поэтому этот рынок зависит исключительно сейчас от баланса и спроса прямо в моменте. И задержка выручки, допустим, нефтяных компаний, которые продали это за индийскую рупию и не могут ее вернуть – это все играет против рубля. И большой лаг теперь, который, наверное, почти месяц от того, что мы видим с вами на экране нефтяных цен, и потом это отражается все-таки на рубле. Пока я за рубль. И считаю, что мы увидим более низкие уровни. 75 рублей или даже сильнее будет российская валюта? Будет зависеть от нефты, от дисконтов. Если во втором полугодии или к началу следующего года нефть вернется на 110, и дисконты сократятся до 20, мы можем увидеть ниже 70 рублей. 110 долларов за баррель. За счет чего мы можем увидеть такие уровни? Потому что Китай пока разочаровывает, как эта неделя показала по статистике. Пока. Пока на этой неделе. Но до конца года или к началу следующего года все может немножко измениться. Это опять же гипотетическое заявление. Но текущие уровни, в принципе, уже должны нам принести уровни 75. Спасибо. С нами был Максим Орловский. Кассиев по России и СНГ. Ренессанс Капитал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова